Технопарк Учитывая нашу ситуацию, какие есть предприятия, мы поняли, что нужно три структуры создавать. Ретокс, инновация, разработка, изготовление, технологическая отработка, сертификация, конструирование. Дальше нужны технологии. Раз президент сказал, что нужно создавать технопарки, промышленные предприятия, это все будет основываться на субконтрактации. Идея министру понравилась. Он пообещал ознакомиться с проектной документацией и вынести решение. Я скажу, что за реализацией таких идей будущее, точки роста, которые так называют модное слово точки роста, сегодня в республике нет ничего более жизнеспособного, как создание таких парков, центров, как угодно их можно назвать. Суть абсолютно не меняется. Я сам бывал в таких, сам видел. Мне все это очень нравится. Я вижу, насколько бурно развивается это направление. При этом он также обнадежил пришедших тем, что если проект технопарка будет интересным, реализуемым и рентабельным, то возможно даже федеральное финансирование. Но также было акцентировано, что это все-таки коммерческая деятельность и переводить ее целиком на бюджетные рельсы невозможно. А представители УГАТУ отчитались с предыскопоставленным чиновникам об успешно функционирующем на базе их вуза молодежном информационно-технологическом центре. Кроме руководителей на приеме побывали и городские активисты. Быть или не быть УЗМИКу? С таким вопросом на прием пришли нефтекамские экологи. Во-первых, вопрос о переносе УЗМИКа в Нефтекамск еще не решен. Это официальный ответ Совета директоров главы УЗМИКа. Алексей Карпухин, пожалуй, именно тот человек, который может дать наиболее конкретные и точные комментарии, касаемые УЗМИКа. И как министр промышленности, а главное, как бывший директор этого завода, а также из кожи. Перенос производства в другой город он называет экономически нецельсообразным и в принципе ненужным. Если аббревиатура УЗМИК все-таки придет в наш город, то только одним производством. Алексей Карпухин уверил, что на экологической обстановке это никак не скажется. А наоборот, будет большим шагом вперед для развития города. По словам министра, нефтекамск современный и быстроразвивающийся город с огромным потенциалом. Работать надо, и все будет хорошо. Потенциал у города колоссальный. То, что сегодня сосредоточено здесь промышленности, ну, таких предприятий единицы в России, да, центры компетенции сегодня здесь есть. Люди есть, город молодой. Полина Сюткина, Дмитрий Кузнецов. Информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова